Музыка Здарова мужики, с вами Дрю и передача Железный Капут. Сегодня мы сравним Тайп 59 и ФЦМ 50Т и попробуем ответить на вопрос, брать ли ФЦМ 50, если раньше очень хотелось типа, но мама не дала денег на мороженку или бабушки Усабеса вооружились электрошокерами. Противостояние сегодня поистине эпическое, ведь Тайп 59 и ФЦМ 50Т практически единственные премиумные танки 8 уровня на данный момент, которые передвигаются быстрее, чем парализованный дед. Это и делает их привлекательными для любителей агрессивной игры и быстрого слива, однако возможности приобрести узкоглазого карателя у широкого круга лиц больше нет, и поэтому достаточно остро встает вопрос. Где детонатор? Нет, нет, не этот вопрос. Вопрос в том, стоит ли приобретать ФЦМ 50Т как полноценную замену типу 59. Сегодня я расскажу вам о том, что такое ФЦМ 50Т, чем он лучше, а чем хуже типа, кому стоит его приобретать и как сделать так, чтобы команда противника подавилась огромным куском сладкой 50-тонной ваты. Если вы обладаете такой уникальной суперсилой, как возможность читать и слушать одновременно, вы уже успели сделать некоторые выводы из тактико-технических характеристик этих стальных коробок, но вас, конечно же, интересуют подробности и комментарии. Можете не сомневаться, вы их получите. Сегодня в качестве демонстрационного представлен бой на Карелии. Нагиб гарантируем. Поехали! Ну что ж, давайте приступим к обсуждению китайца и к обсуждению ФЦМ 50Т. И первый плюс ФЦМ 50Т по сравнению с китайцем, это, конечно же, возможность его приобретения. Китайца вы получить за деньги не можете. Его можно выиграть в акции «Искусство войны» или получить в рандомной раздаче в официальной группе. И вообще, способов получения китайца довольно немного. Все они трудоемкие, трудозатратные и при этом далеко не гарантированные. Шанс получить китайца меньше 1%. То есть, считайте, что у вас китайца не будет никогда. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Не будет у тебя китайца никогда. Ну если, конечно, уже нету. Если у тебя есть китайца, я тебе искренне завидую. Ну что ж, ФЦМ можно приобрести. Стоимость ФЦМа 1570 рублей. По сегодняшнему курсу это достаточно много. Однако, это не так много по сравнению с топовыми шмотками в какой-нибудь Л2 или другой ММО-РПГ, который нельзя называть. Давайте перейдем непосредственно к тактико-техническим характеристикам двух танков. И начнем мы, пожалуй, с орудия. Орудие у ФЦМ-50Т однозначно лучше. У него больше пробития, выше скорострельность и, в принципе, оно покомфортнее. Пробитие у китайца 180, у ФЦМа 212. У китайца скорострельность около 7 выстрелов в минуту, у ФЦМа 8. Таким образом, единственная характеристика, по которой орудие типа 59 лучше, чем орудие ФЦМа, это Альфа-страйк. 250 против 240. Разницу в 10 очков урона можно считать минимальной и как-то ее отбросить. Тем более, что ДПМ у ФЦМа, несомненно, больше. Давайте же обсудим бронирование. Бронирование у китайца лучше, гораздо лучше. Башня бронирована, как адамантий у китайца. А вот у ФЦМа все очень и очень печально. Башня вата и корпус вата. Не смотрите на номинальную броню. У ФЦМа броня 120 мм во лбу и, казалось бы, это позволит держать какие-нибудь СТ-6 хотя бы или квас. Так вот, нет. Квас вас будет пробивать практически стабильно. А все дело в углах, в углах все дело. У китайца броня имеет сложную форму, кленовидную, во лбу. И поэтому пробить ее очень трудно. Проведенная броня достигает 200 мм. 200 мм во лбу на СТ-8 это очень и очень круто, ребята. На ВЗ-120 точно такая же броня. Башня, тем более, бронирована у китайца гораздо лучше. Броня во лбу 200. А у ФЦМа во лбу башни всего лишь 120 мм. Несмотря на то, что вроде бы всю лобовую проекцию лба башни ФЦМа составляет маска орудия, все равно нерациональность углов наклона брони по бокам башни, нерациональность угла наклона крыши позволяет шить эту башню как угодно. ФЦМ шьется практически на вылет из любого орудия, начиная с 6 уровня. То есть броня очень слабая, даже докрутка ромбов не всегда помогает, потому что борта абсолютно ладные. Танковать на ФЦМе противопоказано абсолютно. А вот на китайце потанковать можно. Все, что ниже 8 уровня, вас вряд ли пробьет. Можно с трудом, конечно, пытаться выцелить башенку типа, выцеливать под прямым углом его ВЛД, но все это гораздо и существенно труднее, чем просто прицелиться и долбануть по ФЦМу. Так что типа можно считать гораздо более бронированным, по сравнению с ФЦМом он просто адамантий, как Рессомаха бессмертный. Перейдем к следующему пункту, динамика. Динамика у китайца с одной стороны лучше, а вот с другой хуже. Давайте же обсудим, в чем тут фишка. Все дело в том, что у китайца максималка 56 км в час. 56 км в час – это очень впечатляюще. Мало у кого на этом уровне максималка больше. Но суть в том, что очень уж маленькая удельная мощность у китайца. Всего 14 лошадей на тонну. Никого этим не впечатлишь. А вот у ФЦМа аж на целых 18 лошадей на тонну. И как вы могли видеть в интро, ФЦМ дергает китайца со старта только так. Таким образом, несмотря на сарайность и вес 50 тонн, ФЦМ выигрывает в динамике перед китайцем, побеждает, водолевает, обгоняет и даже закручивает. Китайцы не столь динамичные, как хотели бы. Это даже не Т-44. Поэтому китайца надо одолевать с помощью динамики, господа. Китайцы не столь быстрые. Танк. Ну что ж, следующий пункт наших обсуждений – это габариты. И здесь по понятным причинам проигрывает уже ФЦМ. Китайцы гораздо меньше. Соответственно, маскировка у него лучше. Китайца можно спрятать в кустах. ФЦМ в кустах и за укрытиями спрятать невозможно. Это огромная французская сарделька. Это огромный круассанище. И вы его никуда не денете. Даже с прокачанной маскировкой он будет светиться за полкилометра. Танк невероятно крупный. А вот китайцы в этом плане как-то комфортнее. Понимаете, он вызывает чувство удовольствия, когда в нем играешь. ФЦМ поэтому вызывает какое-то такое негативное ощущение. Сзади спины нет, не батхёрт, а именно напряжение спинного мозга. От того, что ты постоянно пытаешься контролировать всю эту огромную махину. Понимаете, для хорошего игрока очень важно чувствовать свой танк в игре. То есть его модель. Как она расположена относительно препятствий других танков. Это важная часть стилла. Так вот, типа расположить удобным образом гораздо проще, чем ФЦМ. ФЦМ огромен, его спрятать-то тяжело. Поэтому по габаритам, конечно, тип выигрывает. Он меньше, незаметнее и попасть в него гораздо труднее. Следующий пункт – УВН. УВН у танков приблизительно омерзительный. Ни у одного, ни у другого танка орудие не опускается на достойные углы всего на 7-8 градусов. В нижнем УВН выигрывает, естественно, ФЦМ. В верхнем выигрывает китайцы. Совершенно ненужная штука, но на китайцам можно танковать башней, а вот на ФЦМ нельзя. Так или иначе, танковать через башню – это работа не для китайца и не для ФЦМа. Это работа для американцев, и они с ней замечательно справляются. Китайцы и ФЦМ должны брать совершенно другим. Поговорим об обзоре. Обзор китайца – 380 метров. Это никакущая цифра на 8 уровне. У ФЦМа полновесные 400 метров. И вот 400 метров – это уже впечатляюще. Казалось бы, как такая маловажная характеристика с точки зрения многих игроков как обзор может влиять на танк? Это очень существенно. Это право на первый выстрел. Первый выстрел играет очень важную роль в перестрелке двух ДПМных танков. Вы можете сразу же притонуть ему какой-то важный модуль, повредить какого-нибудь члена экипажа и просто его деморализовать, потому что он уже получил урон, и не факт, что он нанесет вам его в ответ. Ему уже хуже. Он в худшей ситуации, чем вы. Первый выстрел – это очень и очень важно. При этом важно помнить, что есть такая штука, как маскировка. Не всех наш обзор в 440 метров может демаскировать. Естественно, мы поставим просветленочку на этот замечательный танк. Кстати, о сетапах. Сетапов на ФЦМе 2, прямо как на Т-62. Если у вас на экипаже нет боевого братства, мы ставим просветленку, стабилизатор и досылатель. Если же у нас есть боевое братство, мы ставим досылатель, вентиляцию, а дальше уже по вашему выбору – стабилизатор или оптику. Но я бы посоветовал стабилизатор, потому что точность не ахти какая. Таким образом, мы получаем либо очень сверх-ДПМный танк, либо же мы получаем танк зоркий. В любом случае, вы остаетесь в выигрыше. Но я бы посоветовал после открытия 4-го перка именно вкачать боевое братство и потом поставить вентилятор. Потому что обзор будет скомпенсирован боевым братством и вентилятором в какой-то мере. В ФЦМ танк просто потрясающий, как и китаец, но все же геймплей у них совершенно разный. Все дело в том, что китаец это разновидность Т-54 и таким образом это бронированный средний танк. Это очень редкий класс танков. На самом деле таких танков в принципе нет ни у кого кроме советов и китайцев. Бронированные средние танки. К танкам такого типа относятся и китаец. С помощью посредственной динамики и хорошей брони он обеспечивает достаточно комфортный геймплей для своего обладателя. То есть китаец простит вам несколько ошибок. Потому что броня, потому что динамика. Тяжело попасть, да еще и пробить ведь нужно. ФЦМ не такой. ФЦМ ошибок не прощает. Несмотря на то, что у ФЦМа плюс 200 хп по сравнению с китайцем, у ФЦМа вовсе нет брони. Может получиться только лишь случайный рикошет. Но знаете, это может случиться с любым танком. ФЦМ ошибок не терпит. Суммируя все вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Китаец танк гораздо более простой. Он простит вам несколько ошибок. ФЦМ ошибки прощать вам не станет. Это французский хардкорный танк для настоящих мужиков. Кому стоит приобретать ФЦМ? ФЦМ явно не стоит приобретать начинающему игроку. ФЦМ стоит приобретать игроку, у которого 50 плюс процент побед хотя бы. Неплохая статистика. Есть опыт игры на французских танках. Иначе вам будет очень и очень больно. Вы не будете знать, что делать. Вы будете испытывать боль. Надо познать Дзен ФЦМ. И тогда он в ваших руках станет супер нагибучим. Дзен ФЦМ это криса стиль. Это французский, знаменитый французский криса стиль. Когда вы прячетесь за спинами союзников, за укрытиями, стреляете со второй линии, заезжаете в борта, в корму. Расстреливаете барабаны. Ну тут барабаны нет, зато есть очень скорострельное орудие. И урона в ответ не получаете вообще. Вы не можете танковать. Вы не имеете на это права. За счет хорошей динамики вы перемещаетесь и изыскиваете способы нанести урон, не получив его в ответ. При этом постоянно будет напрягаться ваш спиной и головной мозг. Спиной, потому что вам потребуется хорошая реакция. А головной, потому что вам потребуется часто и много думать. ФЦМ танк для хороших, сильных игроков. Ну что ж, с вами был Дрю. Это была передача Железный Капут. Я надеюсь, я помог вам с выбором премиум танка. Я надеюсь, что вы вложите свою игровую валюту достойно и с умом. Обязательно оставляйте свои комментарии здесь на ютубе. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лорейнсороктон и обязательно вступайте в нашу уютную группу ВКонтакте. Там теплая ламповая атмосфера, я вам гарантирую. Всем хорошего лета и до скорого. До встречи в Железном Капуте. Удачи!